Добрый день! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по заливному витражу. Нам понадобится стекло в рамке. Отделяем рамку, выбираем размер листа по размеру стекла, наносим на него рисунок, в данном случае дерево такое стилизованное, подкладываем рисунок под стекло. Стекло необходимо обезжирить перед началом работы и наносим контуры. Контуры по стеклу у меня акриловые. Это акриловая контурная краска. Вот если вот так вот неудачно, видите, капля образуется при нанесении, можно снять его. Чем удобны контуры по стеклу? Они выпускаются в таких вот тюбиках с дозатором, с таким тонким носиком, через который поступает краска. Она создает барьер, через который уже витражная краска не будет растекаться по стеклу. Я использую в этой работе контурные краски фирмы Таир. Это петербургский производитель. Можно использовать контуры Декола завода Невская палитра. Вот я вам показываю так вот при близкой съемке, что из себя представляет контур. Ему нужно дать высохнуть. Наносить его нужно такой вот достаточно толстой линии, чтобы краска потом через него не вытекала. Мы можем воспользоваться с вами палитрой для того, чтобы смешивать цвета. Я воспользовалась набором витражных красок Декола. Там шесть цветов. Если вы хотите получить какие-то другие оттенки цветов, значит их можно просто-напросто смешивать. Наносим мы кистью или пипеткой. Я буду наносить кистью. И вот так вот в границах контура аккуратно распределить краску. Краска должна быть таким валиком стоять, потому что после высыхания она осядет. Она высохнет и создаст такую пленку тонкую. Если краски будет недостаточно, то тогда появятся пустоты. И они такой создают неопрятный вид витраже. Наносить нужно витражную краску очень близко к краям контура. Краска должна касаться контура, но не переходить через контур. Если вы хотите в одном листе вот таком вот получить многообразие оттенков, то можно наносить на один участок разные цвета. Вот как здесь вы видите. Я, видите, сначала прокладываю красный цвет, потом смешиваю желтым с красным. И получается такой переход оранжевый. И кончик уже листа я буду делать желтым цветом. И прямо вот здесь, вот в этом вот листке, аккуратно кистью распределяю эти цвета. И еще провожу сверху красным цветом прожилки. И пока у меня краска здесь еще не высохла, я могу распределять ее по своему усмотрению. То же самое я буду делать в других листьях. Вот тут вот я сейчас проведу по желтому листу зеленые прожилки. То есть пока у нас еще краска жидкая, мы можем вносить какие-то изменения туда. Помните о том, что краску нужно распределить таким образом, чтобы она доходила до краев, до контура, касалась контура. Витражные краски продаются в разных наборах. Они бывают и по 9, и по 12 цветов. Но вот у меня такой набор, мне показалось этого достаточным, потому что получить какие-то оттенки можно путем смешивания. К зеленому, а здесь в этом наборе зеленый и изумрудный, можно добавить желтый, тогда вы получите более теплый такой зеленый по цвету. Можно смешать, например, синий с желтым, и тоже получится такой травяной, зеленый. Можно смешивать между собой красный и желтый, вы получите. В зависимости от концентрации красного цвета, можете получить такой алый или оранжевый. Кроме того, можно, например, в зеленый добавить синий, и вы получите такой холодный оттенок зеленого. То есть все эти краски между собой можно пробовать смешивать и получать нужные вам оттенки. Работа очень увлекательная, делать это интересно, особенно получать вот такие вот эффекты, когда мы на мокрую поверхность вот здесь вот наносим какие-то такие вот легкие мазки, показывая рисунок на листьях. При выборе кистей лучше отдать предпочтение кистям синтетическим ворсам, потому что кисти синтетическим ворсам более износостойкие. Дело в том, что акриловые краски, те, которые я использую в этой работе, они при высыхании склеивают ворс и отмыть эти краски уже невозможно. Поэтому если вы случайно как-то вот так вот оставите кисточку с натуральным ворсом, она будет окончательно испорчена. Кисти синтетические, они более износостойкие, поэтому они не теряют ворс, ворс не заламываются, и они более долговечные. Вот в работе с акриловыми красками я советую воспользоваться кистями синтетическим ворсом. По какому принципу я чередую здесь цвета? Так, чтобы они здесь чередовались и не было повторений. Делаю я это чисто интуитивно. То есть я смотрю, что вот где-то, если у меня там, например, красный и желтый, значит рядом необходимо разместить зеленый. А кроме того, если мы будем с вами еще смешивать между собой эти цвета, то получится у нас несколько разных оттенков. Вот в одном из листьев у меня краски вышли за контур, поэтому у меня в верхнем листочке получились такие разводы другого цвета. Это не страшно, это на самом деле конкретно вот в этой работе не портят ее. Но на будущее я себе взяла на заметку, что нужно следить за тем, чтобы контурные линии рисунка были замкнутыми, чтобы краска сквозь образовавшиеся отверстия не перетекала с одного участка рисунка на другой участок рисунка. Поверхность, на которой вы работаете, должна быть горизонтальная. Строго горизонтальная, чтобы не было крена, иначе краска будет затекать. И где-то будут утолщения, и это нехорошо в этой работе, потому что сохнет она достаточно долго. Немгновенно мы наносим краску толстым слоем, и если где-то будут затеки, это будет некрасиво. Прожилки в красном листе можно наносить как коричневым цветом, так и фиолетовым. Вот в этих травинках внизу я смешивала тоже, как видите, зелёный, который есть в наборе, он изумрудного цвета, такого тёмного. Смешивала с жёлтым, получала такой тёплый оттенок зелёного, ну и в таких вот более светлых травинках, вы видите, да, как я снизу вводила зелёный, а сверху жёлтый. И аккуратно распределяла краску кистью для того, чтобы показать плавный переход от одного цвета к другому. То же самое можно делать в листьях. Мы начинаем наносить сначала один цвет, после этого мы вводим другой, и прямо на поверхности стекла смешиваем аккуратно кистью. Вот так вот мы показываем с вами переход от одного цвета к другому. Ну и кроме того, можно ещё делать такие прожилки, как в листьях, так и в травинках, вот в этих вот, которые в нижней части этого витража. Я в этом витраже сделала ещё контуром, прошлась по периметру, провела линию такую по самому краю. Для чего? Для того, чтобы вот эта вот краска, которая является фоном, чтобы она не перетекала, не затекала никуда за границы стекла, а упиралась в этот край, как в барьер. Вот такой вот красивый получился витраж, яркий. После того, когда полностью нанесена краска, ей нужно дать просохнуть, надо следовать рекомендациям производителя. Просушить готовые изделия в течение трёх суток, а для обеспечения большей долговечности расписанное изделие после сушки можно прогреть в духовке в течение 30 минут при температуре до 100 градусов. Если этот мастер-класс был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много интересных мастер-классов в разных техниках.